в регионе после масштабных пожаров. В апреле десятки поселков сгорели, без крова остались 5000 человек. Сегодня многие из них просили президента о помощи. Как выяснилось, в некоторых населенных пунктах работы еще даже не начались. Ксения Некрасова об итогах проверки. Поселок Узбюр до столицы республики Абакана 120 километров. Только в этом районе Хакасии без крыши над головой остались почти 200 человек. Еще два месяца назад здесь была лишь выжженная земля. Все то, что наживалось людьми годами, сгорело дотла в одночасье. По специальной, ее еще называют быстровозводимой технологией, строительство нового жилья уже началось. И что главное для такого региона, как Хакасия, все конструкции из бетона, а значит огнеустойчивые. Как идет восстановление республики после апрельских пожаров, президент приехал проверить лично. Возле каждого объекта табличка с фамилией будущих хозяев отпраздновать новоселье они смогут уже этой осенью. Спасибо вам огромное за все то, что вы делаете для нашей России, для нас, для простых людей. Я молюсь за вам и подруга моего улицы. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Низкий поклон. Спасибо. Всего в Хакасии из-за бушующей стихии без крова остались 5000 человек. Впрочем, как оказалось, не во всех поселках строительство идет согласно срокам. Уже несколько месяцев жители деревни Бейбулук живут в чудом уцелевшем сельском клубе. А там, где когда-то были их дома, по-прежнему пустырь. У нас все деревня сгорела. Сейчас деревня сгорела, ничего не строится. Нам все не приезжает. Где? Бейбулук, Баградский район. 1 мая. Хорошо. Сейчас поговорим. Пожалуйста, даже Зимин ни разу к нам не появился. Сейчас поговорим. У нас никакой стройки нет. У меня вообще маленький ребенок скитается из дома. У нас 4 годика. Вот сейчас поговорим по этому вопросу. Я пойду и приехать. Вы сейчас уедете, так оно и останется. Пожалуйста, помогите. Мы специально далеко ехали к вам. Помогите нам. Хорошо, хорошо. Тогда, в апреле, масштабы бедствия в Хакасии оказались катастрофическими. Стихия превратила в руины почти 40 населенных пунктов. На совещании с региональными властями Владимир Путин еще раз напомнил о сроках. К осени все, кто лишился крова, должны въехать в новые дома. В некоторых населенных пунктах работа практически еще не развернута. Во всяком случае, так, как люди говорят. Нужно это проверить. Я прошу Виктора Михайловича в этих населенных пунктах везде побывать. Понятно, что объем работы большой, но нужно это сделать. И на месте разобраться с тем, как обстоят дела. Сроки завершения работы хорошо известны. Новое комфортное жилье должно быть предоставлено пострадавшим гражданам к 1 сентября текущего года. Сейчас вот с подрядчиками разговаривали. Они считают, что это можно сделать даже чуть-чуть раньше. И хорошо было бы, если бы это так и было. На восстановление государство выделило почти 4 миллиарда рублей. Часть пойдет на создание инфраструктуры, поддержку сельского хозяйства и адресную помощь пострадавшим. Во время разговора с президентом Погорельца рассказали о проблеме многодетных семей в новых домах. Квадратных метров для жизни просто-напросто не хватает. Решить этот вопрос Путин поручил правительству. Что касается многодетных семей, то они по количеству детей не вписываются в общий метраж максимальный, который предусмотрен постановлением правительства 72 метра. Нужно расширить эти возможности для многодетных семей. Я разговаривала сегодня с министром финансов. Министерство финансов это поддержит. И по первой, и по второй категории общий объем дополнительного финансирования составит чуть больше 200 миллионов рублей. За последние два месяца это уже второй визит Владимира Путина в Хакасию. Оценивая результат проведенных работ, глава государства предупредил местных чиновников, что в августе республику ждет еще одна проверка. В Сочи устраняют последствия сильнейшего наводнения. Сразу несколько районов накануне ушли под воду. А автомобили потоком просто уносило в море. Сейчас власти подсчитывают ущерб и восстанавливают коммуникации. Президент уже потребовал предоставить подробный отчет и пообещал федеральную помощь в случае необходимости. Александр Сиротин следит за ситуацией в пострадавшем регионе. Ну вот он, вот так. Вот так вот, вот выше. Видите, здесь два метра. Тамаре Коврижиной приходится вставать на носки, чтобы показать, на каком уровне стояла вода. Приглашает в дом, советует передвигаться осторожно. Потоп схлынул, оставив после себя скользкую грязь. В квартире картина такая же, как и во дворе. У нас вот холодильник, спиртный. Вот он у нас, видите как. В семье мрачно шутят. Свои вещи и продукты уничтожены. Зато потоп принес чужие. Вот с соседнего магазина вода принесла во двор нам бутылки, вот соки, продукты. Ну потому что забор-то, вот выше же забора пошел. Выше забора была вода и с магазина все это сюда. Вчерашний день стал серьезным испытанием для многих сочинцев. Особенно пострадал Адлерский район. Всего в зоне подтопления оказались около 500 домов. Была прервана работа вокзала и аэропорта. Экстренные коммунальные службы устраняли последствия всю ночь. Им на помощь пришли несколько сотен сотрудников администрации под руководством исполняющего обязанности главы региона. Большую часть проблем уже удалось устранить. Сейчас главная задача помочь вернуться к нормальной жизни тем, у кого испорчено жилье и имущество. Решение социальных проблем руководитель Краснодарского края взял под личный контроль. До конца дня однозначно будет электричество, газ и вода. Там, где вода ушла, уже начался подворный обход, подворовой обход. То есть максимально фиксируется и актируется ущерб. Как я уже сказал, 10 тысяч – это единобременная помощь всем, 50 – частичная, 100 – полная. Наиболее проблемный участок на сегодняшний день для ликвидаторов последствий стихии – вот этот поселок, Мирный, он находится рядом с Олимпийским парком, буквально через дорогу. Первые этажи многих домов этого населенного пункта затоплены практически полностью. Но угрозы для жизни или здоровья людей нет. Все желающие эвакуированы еще накануне. Некоторых пришлось не просто эвакуировать. Спасать. Люди оказались заперты стихией на крышах и верхних этажах. В спешке брали с собой самое необходимое. Одни – деньги и документы, другие – домашних питомцев. Большой подъем уровня реки нашим отрядом было спасено порядка ста человек, как с крыш домов, так и строительных сооружений. Около 300 человек администрация города разместила в гостиницах, которые были построены к Олимпиаде. Здорово, замечательно, приняли очень быстро. Мы вчера приехали, нас самых первых. Дети уснули на руках. Вот. То есть, ну, как бы полностью персонал, весь обслуживание замечательный. Очень, да. Проживать в пунктах временного размещения эвакуированным сочинцам придется недолго. Власти намерены устранить все последствия аварии в ближайшие дни. Специалисты уже начали подсчитывать ущерб. После этого начнутся выплаты и компенсации. Александр Сиротин, Антон Красов, Андрей Жильников. Пятый канал. Сочи. В Калининградской области по подозрению в шпионаже пользу Литвы задержан 38-летний Евгений Матайтис, обладатель как российского, так и литовского паспортов. По данным следствия, он работал на разведку прибалтийского государства, целенаправленно собирая сведения военного характера. Их утечка за рубеж, как отмечают в ФСБ, могла нанести серьезный ущерб обороноспособности нашей страны. В отношении Матайтиса возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Сам задержанный дает признательные показания. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест. В «Нефтьюганске» сегодня вспоминают мэра города, который был убит 17 лет назад. Владимира Петухова застрелили прямо около здания администрации. Тогда на улицы вышли тысячи жителей. Люди попытались штурмом взять офис ЮКОСа, и только спустя 7 лет следователям удалось доказать, среди киллеров были глава службы безопасности и вице-президент компании. Алексей Шанев продолжит. Памятник Владимиру Петухову в центре города словно напоминание жителям о том, что свои принципы нужно отстаивать до конца. Каждый год сюда приносят цветы. Владимира Петухова в «Нефтьюганске» любили. В прошлом сам нефтяник на буровой, он пользовался у людей безграничным доверием. Память о Владимире Петухове должна быть в наших сердцах. Мы ее должны сохранить. Это не только символ борьбы с наглой олигархией, а это все-таки еще раз подтверждает, что Россия стоит на правильном пути. Борьбу с нефтяным гигантом Владимир Петухов вел фактически в одиночку. Центральная власть его, казалось, не слышала. По самым скромным подсчетам, ЮКОС должен был казне «Нефтьюганска» триллион рублей. Но платить их никто не хотел. Противостояние зашло слишком далеко. Роковым утром 26 июня 1998 года мэр с охранником шли к администрации пешком. Им оставалось пройти несколько десятков метров, когда киллер открыл огонь. Для ЮКОСа было привычнее купить мэра или губернатора. Привычнее купить, чем платить. А для Петухова это слово «взятка» было невозможно. В день убийства Владимира Петухова на улице Нефтьюганска вышли почти все жители города. Люди требовали честного расследования преступления. Мало кто сомневался, что главный заказчик сам Михаил Ходорковский. Митинги продолжались несколько дней. Их участники перекрывали дороги и даже пытались штурмом взять местный офис компании ЮКОС. Расследование убийства Владимира Петухова заняло несколько лет. Приговор вынесли только в 2005-м. Вот только за решеткой оказался вместе с исполнителями лишь один из заказчиков. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин отбывает пожизненный срок. Бывший вице-президент нефтяной компании Леонид Невзлин от правосудия скрывается в Израиле. Его тоже приговорили к пожизненному заключению. Пока заочно. Алексей Шанев, Павел Ликоторчук, Пятый канал. Это была история Димы Мелехова, у шестилетнего мальчика Лейкос. Осталась всего неделя, чтобы успеть его спасти. Трансплантация костного мозга назначена на 1 июля. Необходимую сумму отребовалось полтора миллиона рублей. Удалось собрать благодаря вам, зрителям Пятого канала. За один день вы перечислили 24 миллиона 134 тысячи 446 рублей. Этих денег хватит на лечение Димы и на помощь другим подопечным фонда «Подари жизнь». Спасибо всем, кто сделал это действительно доброе дело. В Петербурге сегодня открылась китайская библиотека. В ней собрано все, что касается истории, культуры и экономики Народной Республики. Причем на трех языках. Китайском, русском и английском. Павильон разместился в Петербургском государственном экономическом университете. В фондах более 30 тысяч книг на электронных и печатных носителях. Их вузу передали представители КНР. Сегодня делегация во главе с членом политбюро ЦК КПК Люцибао осмотрела залы. Гости остались довольно увиденным. Санкт-Петербургский государственный экономический университет начал сотрудничество с Китаем еще в 51-м году. В 96-м году была открыта первая группа российских студентов, изучающих китайский язык. Тогда в ней было всего три студента. Сегодня в группы китайского языка ходят уже более 200 человек. Петербургская китайская библиотека – это первая подобная площадка в России. В мире же таких еще восемь. Совсем скоро подарок ждет и столичных востоковедов. В следующем году в Москве тоже откроют китайскую читалью. С минуты на минуту в столице начнется торжественная церемония награждения победителей 37-го московского кинофестиваля. Как заявил его президент Никита Михалков, несмотря ни на что, интерес к форму не только не упал, но даже повысился. В Москве работает Алексей Лазуренко. Он в прямом эфире. Алексей, кто-нибудь из победителей известен? Да, коллеги известен. Давайте немного сохраним интригу. Сейчас важно произнести. Праздник закончился. Гости собираются на церемонию закрытия 37-го московского международного кинофестиваля. И праздник это в первую очередь был не для тех, кто сейчас собирается на красной ковровой дорожке, а для московских киноманов. 55 тысяч из них смогли увидеть за 8 дней шедевры мирового кино, современного мирового кино. И это 2 десятка конкурсных и вне конкурсных показов, 307 фильмов. Конечно, особое внимание вызывали фильмы, попавшие в программу основного конкурса. Здесь это 12 картин, 12, в общем-то, жемчужин современного кино. Но от Испании до Японии, и нужно отметить, что и оттуда, и оттуда в Москву привезли картины о детской жестокости, юношеском максимализме. Куда добрее иранская картина. Море и летающая рыба о подростке из колонии, который нашел таки себя в граффити. Ну, вот уже несколько лет, наверное, не приезжавшая в Москву Сербия, в этот раз приятно удивила кинофестиваль картиной с говорящим названием «Анклав». Да, она о Косово, но о живущих там в изоляции сербах и еще о шагах, которые нужно делать к миру. Именно эта картина и получила ключ к зрительским сердцам. Так на ММКФ называется приз зрительских симпатий. Но если говорить о российских картинах, их в конкурсной программе три, конечно, в первую очередь вспоминается самый спортный, милый Ханс, дорогой Петр Александра Миндадзе, об очередном витке, о личной истории на очередном витке непростых отношений народов российского и русского, даже и немецкого. Это весна 41-го года. Ну, в общем, можно говорить о том, что ММКФ, как всегда, говорил со зрителем о важном и злободневном. И вот остался последний аккорд «Назвать победителей». Вот-вот уже этим займется жюри во главе с французским режиссером Жан Жаком. Оно, ну а после этого и победители, и те, кому сегодня повезло меньше, посмотрят, к примеру, итальянская картина «Никто не спасется в одиночку». В общем-то, картина – это, как понятно, о любви и о том, как ее сберечь. То есть, коллеги, тоже о вечно. Спасибо, Алексей Лазуренко, о закрытии московского кинофестиваля. И пока это все новости. Спасибо, что были с нами. Сегодня весь вечер в эфире «Детектив следа». Оставайтесь на пятом. Субтитры подогнал «Симон»!